Вишняков Александр Альбертович, российский государственный и политический деятель, дипломат, чрезвычайный полномочный посол России в Латвийской Республике с 2008 по 2016 годы, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 1994 по 2007 год. Родился 24 ноября 1952 года в деревне Байкалов Приморского района Архангельской области. Свою трудовую карьеру Александр Альбертович начал в 1973 году на судах Северного морского пароходства после окончания Архангельского мореходного училища. В 1979 году стал выпускником Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени адмирала Макарова по специальности инженер-судомеханик. В 1995 году окончил Дипломатическую академию МИД России по специальности «Международное право». В 1997 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С 1987 по 1990 годы секретарь Архангельского горкома КПСС и депутат Архангельского городского совета народных депутатов. В 1990-1993 годах народный депутат РСФСР и член Верховного Совета Российской Федерации, заместитель председателя Совета Республики Верховного Совета РФ, председатель подкомиссии Комиссии Совета Республики по транспорту, связи, информатике и космосу. 13 лет с 1994 года работал в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В марте 1995 года избран секретарем ЦИК. С марта 1999 года по 2007 год председатель Центральной избирательной комиссии. За время своей работы на посту председателя ЦИК он реализовал две масштабные реформы избирательного законодательства и провел четыре федеральные кампании по выборам президента и парламента. С 2000 года Александр Альбертович является руководителем рабочей группы, образованной распоряжением президента России для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о выборах. В 2000 году был наблюдателем на выборах президента США. В 2008 году назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Латвии. Является автором целого ряда работ по теории избирательного и международного права, а также по вопросам применения избирательного законодательства. Александр Альбертович является одним из основных разработчиков федеральных законов о выборах, референдуме Федерального закона о политических партиях. Был одним из сторонников и инициаторов реформы Верхней Палаты и отказа от мажоритарной системы выборов в пользу пропорциональной. Александр Альбертович награжден Орденом за заслуги перед Отечеством, 4-й, 3-й и 2-й степеней, Орденом почета. Награжден медалями защитнику Свободной России, 300 лет Российскому флоту, в память 850-летия Москвы. Лауреат премии Союза журналистов России за открытость в общении с прессой за 2002 год. В 2002 году Вишнякову Александру Альбертовичу было присвоено звание почетного доктора Поморского государственного университета. В 2003 году был отмечен Всероссийской общественной наградой премии Российский национальный Олимп с вручением Ордена гражданской чести. Лауреат национальной общественной премии имени Петра Великого в номинации за выдающийся личный вклад в развитие демократии и совершенствование избирательной системы Российской Федерации. Национальной премии «Персона года-2003» гран-при за личный вклад в становление российской демократии с вручением Ордена славы России. Почетный профессор Академии труда и социальных отношений. Звание удостоен за большой вклад в подготовку специалистов в области социально-трудовых отношений. Женат, имеет двух детей. Сторонник активного отдыха увлекается лыжами, плаванием, ездой на велосипеде. Лекция действительно актуальна. Тема мне очень хорошо знакомая. Хотя я в последнее время не занимаюсь напрямую выборами. Тем не менее, так как я считаю, самая плодотворная часть моей жизни была отдана избирательной системе России. Она мне близка. За нее болит сердце. И могу поделиться своими мнениями по тому, как она строилась. Поэтому и называются лекции избирательной системы современной России, ее становления, состояния и проблемы. Я постараюсь не быть слишком длинным в своем монологе. Ну, наверное, 30-40 минут мне потребуется. А затем любые ваши вопросы в силу моих возможностей и компетенций я буду отвечать. Нет возражений? Тогда поехали. Если говорить про новейшую историю России, то она нам, в принципе, демонстрирует неоспоримое свидетельство ключевой роли Института свободных выборов. Я подчеркиваю слово свободных выборов. Справедливых выборов. Вопрос об отношении к выборам стоит и как вопрос об отношении к демократии. Особенно в условиях политических кризисов, пройдет стояние в обществе. А у нас бывало, но за последний век неоднократно. Выборы являются важнейшим инструментом восстановления гражданского мира. Они позволяют установить истинную расстановку политических сил, их фактическое, а не декларируемое влияние на общественные процессы и отступление от этой формулы демократическое пренебрежение порождает очень и очень серьезные кризисы. Демократическое развитие обрывается тогда, можно так выразиться образно, когда место гражданина с бюллетенем занимает человек с ружьем. Я на некоторых примерах это вам сегодня покажу. Да, выборы – дорогое удовольствие, но конфронтация, монополия на власть обходятся народу и государству намного и намного дороже. Давайте вспомним первые всеобщие бесцензовые выборы в учредительное собрание. Первое и единственное заседание, которое состоялось, многие должны помнить, 103 года назад, в январе 1918 года. Но что получилось? Результаты тех выборов не удалось использовать для формирования реального механизма работы власти в демократическом режиме. Результат – гражданская война и затем монополия одной власти на несколько десятилетий. Мы такие уроки истории должны обязательно помнить. Ну и только спустя 70 лет благодаря Горбачевской перестройке, о которой мы в последнее время вспоминали с учетом 90-летия первого и последнего президента СССР Горбачева Михаила Сергеевича, была, помните, огласность. А в законах о выборах в нашей стране появились поправки, обозначившие движение в сторону относительно свободного соревнования за депутатские мандаты. И в 1989 году выборы народных депутатов СССР, 90-й год – выборы народных депутатов РСФСР. По биографии вы увидели, что именно тогда, как выразился один журналист, зашла ваша звезда. Ну вот я не про звезду свою буду говорить, а как они проходили тогда, я могу напомнить. Вот после того, как у нас была выбор без выборов и голосовали дружно за единый блок коммунистов и беспартийных, когда началось действительно состязание за депутатские места, это с огромным вдохновением было воспринято во всей стране и в Архангельске тоже. Выборы народных депутатов СССР, ну так получилось, была такая практика. Секретарь горком партии, а я был тогда секретарем горком партии, это секретарь окружной избирательной комиссии по городу Архангельску. Если кандидатов был раньше один, единый, то теперь их оказалось больше десятка разных, которые выдвигались судовыми коллективами. И окружная комиссия в ее полномочиях было принять решение, кого допустить в избирательный бюллетень. Опыт по стране, который уже мы знали здесь в Архангельске, окружные собрания, как правило, использовали для того, чтобы неугодных кандидатов отсеять. Среди этого десятка примерно кандидатов в Архангельске самыми популярными были двое. Кондаков Михаил Юрьевич и Барашков Юрий Анатольевич. Он и Севеден, насколько я знаю, ваш профессор, историк, архитектор. Демократическая общественность Архангельска ставила на Барашкова, а в Компартии и под ним лежащие структуры на Кондакова. Естественно, мне, как окружной комиссии и секретарю, высказывалось определенное недоверие, что вы сейчас на окружном собрании все это дело сделаете так, что не останется у нас выбора. Так вот, чтобы снять это напряжение, было предложено проводим окружное собрание предвыборное в ДК моряков. Вы знаете, это довольно крупное культурное учреждение, тогда оно было в отличном состоянии. И второе, что мы делаем, мы делаем прямую трансляцию этого окружного предвыборного собрания. Вот сидит здесь премьерный Александр Николаевич, он тогда был руководителем местного телевидения. Да, тогда все сказали, это хорошо, это правильно. идет окружное предвыборное собрание, выступают все кандидаты, отвечают на вопросы, проходит два часа, не закончилось, а время телевидения, которое было отведено, закончилось. Тогда народ начинает требовать прямо на улице у телецентра, чтобы продолжили трансляцию. Ну, продолжили трансляцию, состоялось окружное предвыборное собрание, которое назвали праздником демократии. Всех зарегистрировали, потому что главный судья на выборах это избиратель, а не какие-то промежуточные структуры, которые могут по разным причинам сказать, это не тот человек, мы ему не доверяем. Доверять, не доверять, решает народ. Как это записано в нашей Конституции, о чем я буду дальше говорить. Вот, просто я вам напомнил картинку, как проходили выборы в 1989 году, здесь, конкретно в Архангельске. Непростое было то время противостояние союзного центра и российского парламента, потом избранного в 1990 году, прекращение Советского Союза как государства. В 1993 году конфликт, который между различными политическими силами в парламенте и вообще в целом политической среде нашего российского государства, привел к тому, что этот конфликт вврился в конфликт уже двух ветвей власти, президент и Верховный Совет РСФСР. Дело дошло до того, что была попытка захвата телецентра Останкина, ну и стрельба прямой наводкой из танков по зданию Верховного Совета РСФСР. Почему это произошло? Потому что президентом Борисом Николаевичем Ельцином было принято довольно радикальное решение о распуске Верховного Совета РСФСР, съезда народных депутатов РСФСР и объявление новых выборов по новым правилам, которых я расскажу, и одновременно, так как не мог парламент российский принять за два года своей работы с лишним новой Конституции, над которой работа шла, то вынесен был вопрос о принятии Конституции на всенародное голосование одновременно с выборами депутатов Государственной Думы, с выборами членов Совета Федерации и принятия рассмотрения Конституции Российской Федерации, по которой мы сегодня живем, но уже в измененном несколько виде, о чем тоже будем говорить. Так вот, в условиях тех драматических событий, а я рассказал, до чего дело доходило, новые выборы депутатов российского парламента и всенародное голосование по проекту новой Конституции стали единственным, можно сказать, средством выхода из кризиса, доказав действенность именно демократических инструментов разрешения кризисной ситуации. Главный результат выборов и голосования по Конституции Россия вышла из политического кризиса, Конституция принята и были заложены таким образом основы гражданского и согласия и многопартийной системы России. И еще 10 лет там шли военные действия. Грозный в 2003 году представлял из себя абсолютно разрушенный город. Я там много раз бывал в то время и потом. Он был очень похож на картинки Сталинграда Сталинграда 43-го года. Народ, который там не часто общаться, прямо ставили ребром вопрос, вы сделаете что-нибудь, остановите это убийство, которое происходит на нашей территории. Мы не могли проводить выборы на территории Чеченской Республики в 2000 году, когда были выборы президента. 99-й год выборы депутатов тоже не могли проводить. И только летом 2000 года мы смогли сделать дополнительные выборы депутата Государственной Думы по этому округу. И это дало нам возможность ставить вопрос о возможности проведения референдума в Чеченской Республике. Для этого подвели соответствующую правовую базу, которая бы позволила отдать ответ Чеченская Республика это кто? Самостоятельный субъект или субъект Российской Федерации? И ответить, как он вписывается в Конституцию Российской Федерации и как он образует свои органы власти. поддержал президент эту идею, дополнил тем, что надо одновременно принимать не только Конституцию Чеченской Республики, но еще и законы выборов депутатов законодательного органа Чеченской Республики и президента этой Республики. Все эти документы были разработаны разработчик Центральной избирательной комиссии, но конечно с участием этого субъекта Российской Федерации, конечно и управление главного правового управления президента Российской Федерации и результат этого голосования сначала по принятию Конституции Чеченской Республики, а потом и проведение в октябре выборов президента Чеченской Республики, стали поворотным окончательным пунктом, когда Республика ушла от военных действий, перешла на мирное строительство. Вот эти примеры говорят о том, что человек, гражданин с избирательным бюллетенем победил человека с ружьем. Помните тезис, о котором я говорил. На выборах 1993 года, которые проходили по положению, закона не было о выборах, нового, который демократический, был указом президента пройден порядок в утвержденном положении. Это на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. При тайном голосовании установление возрастного возраста для избирателей 18 лет, он не менялся, хотя ЛДПР иногда предлагает снизить до 16 лет. И для депутатов Госдумы проходной барьер скоро студенты к нему будут готовы 21 год. И проходили выборы Государственную Думу по смешанной системе 225 депутатов по одномандатным кругам, мажоритарная система относительно большинства, 225 по пропорциональной системе. Пятипроцентный барьер. А в Совет Федерации по мажоритарной системе это были единственные выборы, когда проводились прямые выборы двух представителей от каждого региона по тоже системе относительного большинства. И было избрано 178 депутатов. Конституция, которая была принята на референдуме, которая и сегодня в этой части работает, провозгласила, что Россия демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Напоминаю, что это статья первая, пункт первый. Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья третья, пункт первый. А высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Статья третья, пункт третий. И в статье тридцатья второй Конституции среди основных прав и свобод человека и гражданина названо право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного соуправления. Вот основа избирательной системы, заложенная в нашем главном основном законе Конституции Российской Федерации. Конституция предусматривает выборный характер формирования Государственной Думы, но она очень скупо говорит как это делать. Просто говорит это выбирается и это должно быть 450 депутатов. Все остальное на усмотрение законодателя. Это и хорошо и плохо. Почему я так говорю? Будут вопросы отвечу. Что касается выборов президента, здесь уже более детально немножко регулирования выборов президента. Он избирался тогда на 4 года. Это было до 2008 года. А уже потом срок изменили. Это было первое изменение Конституции Российской Федерации. Срок стал 6 лет избрания президента. На основе тоже всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Кроме того, Конституция подтвердила что для избранного в 1991 году президента первые выборы президента России были в 1991 году 12 июня. Так вот, что для того президента, который был избран в 1991 году, это продолжается течение первого срока полномочий. Никакого обнуления, в отличие от того, что мы сделали летом прошлого года. По весьма, с моей точки зрения, сомнительным правовым процедурам. Поэтому сейчас сроки у нашего действующего президента обнулены и возможность теоретически выдвигаться на последующих выборах в 2024 году и потом еще два срока по 6 у него теоретически существует благодаря этой летней процедуре. То, что у нас получилось, составилось голосование в декабре 1993 года по принятию Конституции. Я по ней немножко пробежался. и избранный орган законодателей Государственной Думы Совет Федерации. Но срок полномочий был определен не 4 года как в Конституции, а это был переходный подъем 2 года. И одна из главных задач, которая стояла перед законодателем уйти от указанного регулирования выборов положение было указанное определенное принять соответствующие законы законодательства, то есть выстроить избирательную систему России. И вот это выстраивание началось после принятия новой Конституции, после избрания депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Так исторически получилось, что Центральная избирательная комиссия в то время начала работать не только как правоприменительный орган, это прямо записано, в законе, который потом тоже был разработан, кстати, но еще и как орган, своего рода научно-методический центр по развитию и становлению главного дела избирательной системы России. Мы работали в этом плане, почему я говорю, мы, вы знаете, что я там начал работу со специалистом-экспертом с 1994 года, потом 4 года секретарь и 8 лет председателем. Мы работали, опираясь на международный опыт, мы его серьезно изучали, изучая практику и ту, которая была в советское время у нас здесь, потому что поадаптировать к нашим российским условиям, и учитывали, так как это был создан научно-методический центр такой, мнение ученых, которые в области этой работы у нас в Российской Федерации. и это позволяло нам довольно аргументированно представлять соответствующие проекты законов и выборов в сотрудничестве естественно с депутатами, с Советом Федерации, с администрацией президента и практически до июня 2006 года председатель Центра избиркома как правило был официальным представителем президента по предлагаемым изменениям и новым законам вообще, которые принимались в парламенте. основной целью, которую мы доставили этой работы проводить в России демократические и справедливые выборы и в этом вопросе у нас были конфликты естественно с партиями. Любая партия, особенно которая дорвется до власти, стремится там и остаться. А для этого, когда есть свобода по возможности менять правила избрания той же Государственной Думы, почему ей не воспользоваться в своих интересах. И на этой почве мы неоднократно конфликтовали, ну мирно естественно, не стреляли, танков не приглашали, все нормально, работали. И было сделано первое, что бы заложить основу развернутой уже избирательной системы России в законодательстве, был разработан и принят закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. 1994 год. Он определял основные стандарты проведения выборов Российской Федерации на любом уровне, в том числе по таким основным процедурам, как организация голосования, подведение итогов, гласное, открытое, с возможностью общественного контроля. полностью оправдал себя институт наблюдателей, именно тогда он был ключом, членов комиссии с совещательным голосом, а с 2003 года была еще закреплена возможность наблюдателей не только получать заверенные копии протоколов участковых избирательных комиссий итогов голосования, но и сверять их уже в ночь подведения итогов с теми, которые публикует центральная избирательная комиссия, получая их по системе ГАЗ-выбор. Я потом подробнее немножко это скажу. Оправдала себя и норма предложенная цикл обведения единых дней голосования. У нас было два единых дня голосования. Тоже нужно было это делать, потому что когда они проводились перманентно, то иногда получалось в том же Архангельской области в течение года семь, а то и больше избирательных компаний. Усталость, раздробленность и отсюда девальвация этого механизма наблюдалась. Поэтому предложили мы единое голосование второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. И так работало это до определенных изменений, которых тоже скажу. Знакомым событием в развитии избирательного права политической системы нашей страны явилось закрепление в 2002 году в законе об основных гарантиях, а в соответствии с ним субъектах Российской Федерации в законах применение пропорциональной системы выборов при формировании парламентов регионов. Цель чтобы стимулировать деятельность партий в субъектах Российской Федерации, чтобы они вышли из Садового кольца Москвы на регионы России, пропорциональная система именно это заставляет их делать. В то же время это и способствует структуризации политических предпочтений избирателей. Если говорить пропорциональную систему, то она в мире широко применяется. Примерно 60 стран ее применяют на сегодняшний день, а родилась она в Бельгии в 1889 году. И считается более демократичной и более справедливой с точки зрения выявления предпочтений избирателей и их политических предпочтений. Кстати, стало это возможным после того, как был в 2001 году под кураторством Центра избиркома принят закон о политических партиях. 10 лет не могла Госдума его принять. Разные интересы политических партий не позволяли им найти какой-то компромисс. Но вот тогда у нас был довольно высокий авторитет и мы смогли найти приемлемое решение по этому поводу. Кстати, пропорциональную систему тогда очень трудно было отстоять в Совете Федерации. В то время уже Совет Федерации представляли главы исполнительной Российской Федерации. А главы субъектов Российской Федерации удобнее я так выражусь аккуратно работать с кандидатами одномоддатниками по мажоритарной системе. Отсеивать кого не надо для них и наоборот помогать кому надо соответствующими административными рычагами. По партийным спискам это намного уже сложнее потому что они общие федеральные с региональной разбивкой и так далее. Но тем не менее я был тогда действительно представителем президента Совет Федерации после многочасовых дебатов убедили проголосовал Совет Федерации за не менее половины законодательных органов субъектов Российской Федерации избирать по пропорциальной системе. Сейчас от этого отходят. Почему? Поговорим. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законам об основных гарантиях были разработаны и приняты вот 93-94 год законы о выборах депутатов Госдумы о выборах президента. Если говорить по этим законам то практически основные параметры выборов депутатов Государственной Думы были продублированы смешанная система 225 депутатов по пропорциональной системе 225 по мажоритарной системе и в 95-м году состоялись выборы депутатов Госдумы кстати тогда сейчас много удивляется много партий какой там будет избирательный бюллетень невозможно будет его напечатать 43 избирательных объединения было в том избирательном бюллетене никто не запутался в конечном итоге проголосовали прошли 4 которые преодолели 5% но хочу напомнить кто может быть это знал а кто не знал знаете выборы 95-го года и 96-го года были под вопросом большим вопросом потому что столкнулись два подхода один подход административный другой коротко назову демократический и с учетом состояния Бориса Николаевича Ельцина его здоровье были на высоком уровне проработки отложить эти выборы на два года тем не менее победила гражданин с бюллетенем пришедший на выборы в соответствии с конституцией в 95-м году и законом выборов как это происходило если кому будет интересно недавно вышла буквально месяц два назад книга под названием все свободны Михаил Зыгарь почитайте любопытно он ее выставил на основе многочисленных интервью с участниками тех процессов и в штабах соответствующих кандидатов и в администрации президента ну и преломил естественно под своим видением этого дела но довольно близко к правде все свободны Михаил Зыгарь выборы депутатов в 95-м году в 99-м в 2003-х годах проходили по смешанной мажоритарной пропорциональной системе так же как и в 93-м году ну уже отмечено было что я сторонник пропорциональной системы и нам удалось убедить президента а потом депутатов Госдумы в 2005-м году и Совет Федерации о том чтобы выборы депутатов Госдумы всех проходили по пропорциональной системе пропорциональная система еще раз говорю стимулирует становление развития политической партии и менее подвержена административному ресурсу которым процветает в нашем государстве но она должна обязательно иметь механизмы защиты от внутрипартийной коррупции и обеспечивать большую зависимость партийных кандидатов от избирателей и такой механизм в проекте закона который был нами подготовлен был предусмотрен к сожалению приняв пропорциональную систему эти подходы законодатели не признали более того была отвернута инициатива направлена против использования технологии рекламных кандидатов которых действительно не имеют цели работать в парламенте то есть как вот сейчас наверняка вы увидите список кандидатов допустим от партии X не буду пока никакой обижать так в этом списке кандидатов на первых местах публикуется первая фамилия обычно будут самые известные личности для того чтобы прилечь избирателей но когда голосует избиратель за партию естественно в то же время ориентируется на ту личность знаменитый человек знаю его уважаю СМИ уже раскрутили на протяжении десятков лет голосую а потом он отказывается от этого мандата это так называемый паровоз что это с моей точки зрения это обман избирателей да если ты идешь потом допустим правительство а теперь правительство участвует в том числе госдумы формирования тогда причина быть понятна объяснима но если ты после этого просто-напросто уходишь в сторону или остаешься там где и был но не в парламенте это нечестно это несправедливо и потом мы предложили давайте уберем эту несправедливость не поддержали хотя президент нас тогда поддержал еще что получается сейчас я вам цифры наведу 2003 год паровозы у единой россии было 37 те которые вот таким образом прошли и ушли в 2007 году 116 116 и уже поняли другие партии что надо тоже этим пользоваться ну что раз так сложилось КПРФ 4 ЛДПР 3 справедливая 9 2011 99 единая россия вот чему это привело а это с моей точки зрения дискредитация нормальной пропорциональной системы пропорциональной системе выборы в госдуму прошли в 2007 году 2011 и затем опять вернулись по предложению Медведева тогда президента смешанной мажоритарной пропорциональной системе потому что она не позволяла правящей партии получать конституционное большинство сегодня вот как говорят социологи ну где-то около 30 процентов единая россия имеют а хочется конституционное большинство пропорциональная система это не позволяет ну как это можно получить а одномандатники на 90 процентов как правило от партии власти проходят и довольно удачно используя те механизмы которые я еще тоже скажу несомненным достижением избирательной системы россии является государственно автоматизированная система выбора центральная избирательная комиссия была ее идеологом разработчиком и более того мы добились чтобы это было именно законном определенном порядок ее работы принципиально важно что создается специальный федеральный центр информатизации который ее управляет и это центр при центральной избирательной комиссии то есть мы его утверждаем мы его контролируем он работает под нашим оком эта система позволяет решать много разных информационных задач и одна наиболее такая ясная для всех в нашей стране это оперативное подведение итогов голосования на уровне всей страны практически с 2004 года это выборы президента были мы уже к 4 5 утра имели в нашей информационной системе данные голосования с 90 с лишним процентов участковых избирательных комиссий а у нас и в стране около 95 тысяч в америке сколько подводили сейчас итоги и как я уже сказал кроме этого мы сразу же эти данные уже из системы газ выбор которая отключена интернета она не соединена с ним передаем в интернет и вывешиваются данные на интернете по каждому избирательному участку то есть наблюдатель который был на участке который имел возможность видеть процесс голосования подсчет голосов открытый получил заверенную копию протокола увидел эти результаты через час через два заглянул на сайт центра избиркома и сравнил его с теми которые пошли в центр на основании которых подводятся итоги в целом построения нет проблем значит нет проблем есть проблемы давай разбираться но это работает то есть механизм очень действенный при условии безусловного его исполнения если же там начинается разная выкрутация то тогда конечно начинает искрить еще в одном направлении по правовому регулированию выборов могу очень кратко сказать в 97 году назвали меня кандидатом юридических наук я действительно защищал кандидатскую которая называлась избирательным стандартом международного права и их реализация в законодательстве России 97 год и приложением к этой диссертации у меня была проект конвенции о стандартах свободных выборов Совета Европы потому что нет кодифицированного акта в рамках этой уважаемой европейской организации дальше мы естественно серьезно работали над этими предложениями вместе с ассоциацией организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы где мы занимали такую даже доминирующую роль на определенном и от ее имени внесли проект о свободных выборов на парламентскую ассаблею Совета Европы венецианская комиссия поддержала и парламентская ассаблея рассмотрев так скороговорки правда да документ заслуживает внимания надо его взять за основу для будущей работы но больше потом работать никто по этому поводу не стал оно утонуло к сожалению но тем не менее в 2003 году была принята конвенция с аналогичным названием в рамках стран СНГ Две справки Белоруссия долго обсуждала эту тему встречался неоднократно с ее представителями в том числе и президентом Лукашенко но в конечном итоге отказалась подписание было этой конвенции 7 октября 2002 года в Кишиневе на саммите глав СНГ в день рождения Путин Владимир Владимирович я ему подарил эту конвенцию в оформленном виде так есть такой документ работает теперь о значимых новациях в избирательной системе России последнего десятилетия таким значимым событием является видеоконтроль на избирательных участках и в ТИКах был введен впервые на выборах президента Российской Федерации в 2012 году это был ответ и правильный ответ на обвинение в многочисленных фальсификациях на выборы депутатов Госдумы в 2011 году кто помнит те события Манежная площадь не Манежная площадь Болотная площадь Академика Сахарова проспект десятки даже сотни тысяч человек выходило возмущенное тем как проходили те выборы и те результаты так вот чтобы это снять такое напряжение президент правильно предложил видеоконтроль и он был организован в 2012 году на 90 тысяч избирательных участков 90 тысяч почти 100% 90 там 4,5 он действительно такое наблюдение повышает ответственность избирательных комиссий дисциплинирует их работу является серьезнейшим препятствием для желающих фальсифицировать выборы но эта процедура внедрения до сих пор не улеговлена данным законом то есть в курсе не является обязательной имеет ограничения по допуску общественного контроля после дня голосования и в результате что мы имеем в 2016 году на выборах депутатов Госдумы только одна треть избирательных участков уже сведен наблюдением денег не хватает говорят а в 2018 году 40% избирательных участков сведен наблюдением поэтому ряд экспертов и я могу с ними согласиться называет ее просто рекламными действиями имитирующими контроль что с моей точки зрения неправильно надо уже сказать а надо было сказать а б и поставить точку соответствующую мобильный избиратель это механизм позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке российской федерации не только по месту постоянное время проживания удобная вещь стала возможным благодаря цифровым технологиям когда я работал у нас такой возможности тогда еще не было поэтому тогда были открепительные удостоверения этого как раз заменило открепительные удостоверения впервые она была применена на выборах глав субъектов российской федерации депутатов в ЗАГС собраний 10 сентября 2017 года в 20 регионах и теперь она широко шагает по стране дециционно-электронное голосование это голосование без использования бюллетеня изготовленного бумажным носителем с использованием специального программного обеспечения то есть когда вы можете по айфону дома у себя на компьютере голосовать там получая на экране избирательный бюллетень пройдя систему регистрации и так далее на выборах законодательного органа власти дистанционно-электронное голосование было проведено в единый день голосования 8 сентября 2019 года на выбор депутатов Госдумы как эксперимент там не помню один или два округа теперь в законе об основных гарантиях избирателей право предусмотрено возможным это электронное голосование в случаях и порядке установленных ЦИК России Центральной избирательной комиссии России главная причина почему дистанционно-электронное голосование несмотря на различные эксперименты во многих странах мира и здесь наших близких балтийских странах и в Соединенных Штатах Америки я с ними тоже ознакомился но она не нашла широкого применения почему нет стопроцентной гарантии от ненарушения тайны голосования достоверности результатов и защиты от несанкционированных вмешательств и поэтому пока широкого хождения в мире она не получила наиболее продвинутая в этой части насколько я знаю это Эстония но это маленькая страна немножко с другими традициями я бы например в России с этим не торопился с учетом наших традиций но это то что нас ждет впереди и это наверное когда-то мы созреем но надо созреть для этого электронный сбор подписей поддержку кандидата это через портал госуслуг это такая возможность теперь тоже предусмотрена только для выборов регионального уровня закон в законе обоснованных гарантиях так записано и не более одной второй части от общего количества ну допустим если надо выдвинуться в законодательное собрание Архангельской области собрать 3000 подписей то через систему госуслуг электронным полторы не больше это попытка тоже найти альтернативу бумажному сбору подписей которые себя в последнее время дискредитировали особенно в части проверки достоверности подписей примеров много я пока называть их не буду кстати раньше была альтернатива нормальная зачем ее убрали она работала с 99 года в 2009 году убрали избирательный залог в любом случае на подписи надо тратить деньги потому что сегодня без оплаты труда многочисленных сборщиков подписей это будет невозможно осуществить если кто-то попытается избраться и в заключении о проблемах избирательной системы современной России по моей оценке последние годы российский избиратель это вы можете сами потом согласиться или не согласиться стал с большим недоверием относиться к выборам проявлять апатию цифры выборы депутатов государственной думы 99 1999 год явка 62 процента с хвостиком выборы депутатов государственной думы 2016 год явка 47 и 80 за 15 лет 15 процентов долой хотя напрягались очень много мощная информационная там компания была по поводу того что надо голосовать ответственно и так далее и тому подобное Архангельская область тут цифры вообще я даже сам удивился что они такие в 2017 году выборы местного самоправления явка 17 процентов в городе Северодинске 11 с половиной выборы губернатора 2015 год явка 21 процент 13 сентября 21 года последние 32 вроде повысилось и 6 десятых но 3 дня голосования и 18 процентов это не в основной день голосования это собственно и досрочное голосование выбор губернатора 2004 года напомню вам 61 процент была конкуренция и довольно жесткая таблетура голосования Ефремов Анатолий Антонович Киселев Николай Иванович в конечном итоге Николай Иванович победил действующего губернатора почему так происходит вот это пассивность и недоверие ну причин много я назову некоторые сейчас кратко назову три а потом их попытаюсь вам раскрыть но первое что нужно для выборов чтобы было очень удобное время для голосования основного дня единственного дня для избирателей который он знал заранее он готовился и партии готовились соответствующим образом да и потенциальные будущие соперники тоже так вот перенос единого дня голосования начиная с 2013 года только на второе воскресенье сентября сделан с моей точки зрения явно не в интересах избирателей для партии власти он более удобен тем более до этого из законов выбора убрали порог обязательный для явки то есть раньше 25 процентов если ниже то выборы признаются недействительными что-то значит не то в этом процессе получается убрали графу против всех которая тоже давала возможность если я не вижу себя кандидата то я могу проголосовать против всех и кстати на федеральных выборах больше 2 процентов против всех не голосовало в те времена в регионах некоторых было чуть побольше и даже были случаи когда до того доходило что голосовали против всех больше чем за любого из кандидатов ну и что получилось да обладающие административными рычагами монополиями СМИ соответствующие нашей структуры конечно легче мобилизовать своих сторонников особенно бюджетников пенсионеров военнослужащих а то что другие оппоненты не смогут поднять своих избирателей в летнее время а в летнее время я не думаю что у многих есть желание политикой заниматься и участвовать в политических процессах но это их проблема а их проблема приводит к тому что явка низкая но закону все правильно то есть закон соблюден даже если 15 процентов то есть я вот раскрыл даже одну позицию вторая позиция которая с моей точки зрения влияет активно избирает выбора тогда когда есть доверие к организации избирательного процесса и третье когда есть реальный политический выбор реальный так вот если говорить про доверие к организации избирательного процесса что мы здесь наблюдаем явный перекос освещения позиций кандидатов политических конкурентов в пользу партии власти грязная война компроматов организуемые командами политтехнологов московские, которые особенно этим явно злоупотребляют, массовое досрочное голосование, при котором сложно организовать общественное наблюдение, а при этом административное давление, которое искажает свободное, я подчеркиваю в начале слова, свободное волеизъявление. Поэтому, кстати, досрочное голосование в 2004 году законодатели в лице Госдумы, Совета Федерации, дружно все отвергли. Он был вообще исключен из нашего закона. И, включая практику, мы убедились, что это приводит к очень неприятным ситуациям. Сейчас мы возвращаемся к нему, объясняя, что угроза коронавирусной инфекции и создание якобы удобств для избирателей. А я задаю вопрос. У нас что? Чиновники на местах стали более законопроектными, послушными и совестливыми, что они не будут пользоваться теми окнами, которые у них открываются. Да нет, с моей точки зрения, они стали более наглыми, чувствуя свою безнаказанность. У нас есть, она, по-моему, с начала 2000 года действует, норма Уголовного кодекса, 141 статья и 142, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за воспрепятствование деятельности избирательной комиссии, фальсификацию избирательных документов. Но почти не действует, за редким исключением. Потому что, к сожалению, мы не имеем, то есть мы имеем немало фактов, когда фальсификация выборов устанавливается, и, как правило, опять в пользу власти, а конкретные нарушители реальной ответственности уходят. Или просто так, чисто минимально, условный срок. Это почти максимальная мера наказания, которая пошла в практику судебной системы. То есть правоприменительная судебная система не создала атмосферу неотвратимости жесткого наказания за грубые нарушения на выборах, искажающие их результаты. По большому счету, это я говорю не только сегодня в этом зале, я так говорил будущим председателем Центра избиркома, когда мы проводили селекторное совещание со всеми избирательными комиссиями России накануне выборов. Что такое фальсификация на выборах? Это попытка захвата власти, естественно, незаконным путем. Так давайте подходить к этому делу соответствующим образом. Не делать этого ни в коем случае, а уж что делает, так наказать так, чтобы всем было другим неповадно. Если это не работает, то в результате безнаказанность порождает использование этих механизмов. Пример. Многочисленные нарушения, которые были в 2011 году на выборах в Госдумы, тогда Следственный комитет возбудил, как он публично заявлял, несколько десятков уголовных дел. Я помню даже, что в Госдуме, когда рассматривался этот вопрос, было заявление, мы всех доведем до конца, результаты будут доложены. Где результаты? Мы все помним, как это было и какой осадок остался, и мы никто не помним, за что, кто за это понес ответственность. Свежий пример, ну не с нашей области, у нас в этом отношении немножко намного почище вообще, чем северний народ, тем чище, и выборы тоже в том числе чище. Так вот, в 2018 году в Приморском крае выборы губернатора, второй тур, два кандидата от КПРФ и от Единой России. Прошло голосование, идет подсчет на участках, введение в избирательную систему газ-выборы, то есть газ-выборную систему информационную, все нормально работает, часов до двух-трех ночи. Результат, обработали уже 95% протоколов участковых комиссий. Результат по представителю КПРФ Ищенко 51,6%, от Единой России Тарасенко 45,8%. Приличный разрыв, это не 2%, а не 1%. Что делается? Тормозится, ну видно это всем, процесс дальнейшего ввода протоколов участковых комиссий в территориальных, а там, где уже ввели, начинает переписывать и вводить повторное. Меняется уже соотношение в пользу Тарасенко, а в один из районов советский прибывает пожарный расчет МЧС и останавливает всю работу комиссии по подведению итогов голосования. Это по телевидению все показывали, я там не был. Вместо того, чтобы рассмотреть каждое нарушение, допущенное при таком подведении итогов голосования, виновных наказать, ну и в конечном итоге определить результаты выборов, принимается решение выборы признать недействительными. Все перечеркивается, и новые повторные выборы, на которые уже кандидат от КПРФ, почти победивший на тех выборах, не допускается по различным процедурам. И кандидат от Единой России вообще не подвигался, был самодвиженец, это Кажемяк Олег, я знаю его неплохо, поддержанный Единой России, но официально нет Единой России. И он побеждает. Что это? Доверие после этого в Приморском районе, ну и тех, кто в данном случае следит за избирателями кампании. Про политическую конкуренцию, о которой говорю, что когда она есть, то тогда, конечно, мобилизует людей за своего кандидата идти и голосовать, чтобы отстоять, что он действительно может представлять мое видение, что должна делать власть на том или ином уровне. Какая у нас здесь сложилась ситуация? Сегодня у нас практически нет возможности зарегистрировать партии без одобрения администрации президента, тем более стоящие на позициях критики действующей власти. Пример, ну один назову. Навальный Алексей с 2012 года планировал зарегистрировать партию. Не планировал, а действовал. И каждый раз под разными предлогами регистрация откладывалась. И теперь уже, наверное, не зарегистрирует, с учетом тех обстоятельств, в которых он находится. Институт сбора подписи и их проверки при регистрации кандидатов во многом себя, как я уже говорил, дискредитирует, потому что можно было по различным, весьма субъективным причинам отказать в регистрации при проверке этих подписных листов. И муниципальный фильтр, если выборы губернатора. Муниципальный фильтр практически при сложившейся сегодня политической картинке исключает возможность зарегистрироваться, быть любому неугодному для власти кандидату. В Архангельске, я знаю, доходило на последних выборов до следующего. Чтобы была конкуренция, по одному нельзя выборы проводить. Единой России специально давалось указание, вот вы за это все-таки дайте подписи. Чтобы была так называемая конкуренция. Она так называемая получается. И еще одна позиция, которая тоже вызывает возмущение и определенное недоверие порождает. Этот пример рассматривался сейчас в Конституционном суде. Слава Богу, что он принял грамотное и правильное решение сейчас. Это буквально было 15 марта опубликовано. А ситуация такая. 2019 год. Выбор в Мосгордуму. Есть такой самовыдвиженец, человек Цукасов. Он был даже зарегистрирован кандидатом. Собрал 5600 подписей. Это требование при избрании в Московскую городскую думу. Представил все другие сведения, которые надо было. Но в графе, где справка об имуществе, если ты не имеешь его, написать не имею. Он оставил пробел. В законе сейчас записано. Что если у тебя что-то неправильно записано, то тебя за 3 дня должна окружная комиссия предупредить, что ты, товарищ, тут где-то ошибся. Ну это правильно. Не все же каждый день участвуют в выборах. И вот тут внеси поправку. Окружная комиссия или не увидела, или сознательно не увидела. Его зарегистрировала. Но его бдительный оппонент, не буду говорить, какой партии, подойдет в суд и говорит, вот основание для отказа ему в регистрации. И суд городской, а потом верховный его снимает с регистрации. Разве можно таким образом лишать человека своего конституционного права быть избранным в орган государственной власти? Поэтому сейчас конституционный суд наш созрел. Что если даже в суд потом придут по такому поводу, раз окружная комиссия не сказала, так суд должен сказать дать ему время исправить такую ошибку, которая не сознательно употребленность сделана, тем более ничего не скрывает человек. В свое время, кстати, у Центральной избирательной комиссии России и нас поддерживает в этом Главное управление президента Российской Федерации, мы исходили из того, что у нас есть 32-я статья, пункт 3 Конституции Российской Федерации, которая, можно сказать, сделала закрытым список оснований для лишения права быть избранным в органы власти и местного самоправления. Звучит она так. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Понятно? Четко написано. Вот мы этого исходили до 2005 года. Теперь же это трактуется очень широко, и вы, наверное, обратили внимание, что там заряд уголовных преступлений, в том числе, даже когда человек не находится в месте заключения, просто условный ему дом, тем не менее является основанием не допускать до выборов. Есть еще административные неконарушения, которые могут перерасти в уголовное, и под них подводятся, и таким образом активные участники разных сегодня мирных протестов высекаются из потенциальной возможности вообще участвовать в выборах. И это делается тоже вроде по Конституции, потому что есть 55-я статья Конституции пункт 3. Допускает ограничение прав и свободы человека федеральным законом в целях защиты конституционного строя, нравственности, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Но надо посмотреть, вот те, кого сейчас по этой статье будут, они представляют угрозу обороны безопасности. летом 2006 года, когда группа депутатов от Единой России была такая первая серьезная попытка от Единой России, где более 20 депутатов, они внесли поправки в законы о выборах, не согласуются с интервьюзберком, сами сказали, мы тут все понимаем, разбираемся. Они возвращали досрочное голосование этими поправками, то есть в 2004 году дружно исключили, в 2006 году возвращаем. Решительное толкование об отказе в регистрации по признакам экстремистской деятельности, с экстремизмом бороться, поэтому кто-то, если заподозрен, тому делать нечего, участвуя в качестве кандидатов на выборах. Ненадлежащее оформление документов, о чем я вам говорил только что, за недостоверенность и неполноту данных о кандидате, вот тогда поступая и в Госдуме, и потом в средствах массовой информации, я прямо сказал, если эти законодательные инициативы будут реализовываться, то мы приведем к тому, что у нас будут выборы без выбора, как это было в советское время. Сегодня мы, к сожалению, идем по этому пути с явным ускорением, а это путь в тупик. Спасибо за внимание, готов отвечать на вопросы.